Но я хотел, на самом деле, оговориться о другой вещи. В принципе, поднять более широкий вопрос, что нормально ли это, что мы прикладываем двойные стандарты к людям известным, к людям гениальным, к людям, которые в жизни добиваются, двигают общество вперёд, и, скажем так, те стандарты, которые мы применяем к всему остальному обществу. Потому что я, не относящий себя к творческой, культурной богеме, в то же самое время понимаю, что определённые виды творчества, они требуют такого эмоционального надрыва, без которого ты, в принципе, не можешь достигнуть тех высот, которых ты достигаешь. И тот же самый эмоциональный надрыв, он в какой-то момент превращает тебя, конечно, в токсичного человека в личных отношениях. И зачастую способность либо этот эмоциональный надрыв пережить, или каким-то образом его субримировать в творчество, превращается, на мой взгляд, часто в одну из буквально компетенций автора. Но мы не найдём гениальных исполнителей, мы не найдём гениальных композиторов, которые не проходили бы через этот период надрыва, и, соответственно, они травмировали в том числе окружающих своим отношением к себе, к другим, к посторонним. Мне кажется, вся эта дискуссия без того, чтобы сделать эту оговорку, она будет неполной. Потому что, да, обвинить гениального человека в каком-то эмоциональном манипулировании, во-первых, очень выгодно, во-вторых, это позволяет заработать кому-то деньги, кому-то статус, мы это видим постоянно, в Соединённых Штатах происходит, на Западе. Но попасть в эту точку, будучи эмоционально стабильным, работая в эмоциональной сфере, мне кажется, возможно, невозможно, на самом деле. Давай возьмём тогда действительно чуть более широко про вот это соседство постоянного, странного, неодобряемого социального поведения и, скажем так, принятого в узкой культурной среде. И здесь, на самом деле, я могу интересную байку вспомнить про Арнольда Шварценеггера, как именно он работал с режиссером, господи, боже мой, не Рассел Кроу, как его зовут, Кэмерон, с Кэмероном, когда он только-только восходил в своей актёрской карьере. Это написано в биографии Шварценеггера, ознакомьтесь, кому интересно. Он подходил к режиссёру и говорил, вот ты можешь на меня кричать, можешь меня унижать, если у меня что-то не получается, я так лучше работаю. И действительно, он так лучше работал. И приходя в определённую творческую среду, ты должен, на мой взгляд, здесь я ни в коем случае не оправдываю факты реального насилия, которые зафиксированы, которые оправдывать нельзя, но попадая в определённую среду, ты в том числе подписываешься под какие-то её токсичные составляющие, потому что именно токсичные составляющие являются буквально тем элементом, которые позволяют тебе перепрыгнуть из мастерства в гениальность, которые тебе позволяют стать из просто одного актёра, такого же, как все, во что-то более высокое, во что-то более гениальное. Именно поэтому эта токсичность, она идёт рука об руку с культурной средой, потому что, вот ты сказала, менялось отношение к норме, но на самом деле менялось отношение к искусству, и по мере того, как происходила эта перемена, мы вращаем внимание, что гениев вокруг как-то стало меньше, а те гении, которые были, и те гении, про которых мы могли однозначно сказать, что вот они, они как раз и были оплёваны, они как раз были отодвинуты на задворки, и на их место никто не пришёл. И не случайно эта зависимость наблюдается, потому что, конечно, творчество – это болезненный процесс, который зачастую порождается через муки, а без мук не может родиться вообще. Я смотрела, по горячим следам смотрела, прикольную дискуссию журнала «Верайте», в котором были артистки Старой Гвардии, Науми Уоттс, Николь Кидман, Джуди Фостер, и они беседовали с молодыми актрисами, и как раз речь касалась такого вот насилия по отношению к себе в искусстве. И знаешь, что оказалось? Естественно, вот женщины Старой Школы, они смотрели с удивлением, с возбуждением, и мило вот так вот отобрительно кивали в адрес молодых актрис, которые говорили, ну нет, это недопустимо, я вот так не буду, я очень хорошо чувствую свои границы, я это делать не буду. И потом они очень вкратчивы, ну каждая из них, и Науми Уоттс, и Фостер говорили, мол, ну да, но если я буду потакать свои первые реакции и не идти на какую-то там страшную для себя недопустимую вещь, я же никогда не расширю свои границы, я же никогда не сделаю то, на что я знала, что я способна. И в этом смысле очень интересен вообще сдвиг. Это же наш с тобой любимый разговор про цель и средство, про идею, которая выше, чем человека, на самом деле. Вот что мы считаем более ценным? Вот очень хорошо, очень хорошо. Я тебя ловлю на этом месте, потому что именно ты сейчас ставишь идею выше, чем человека. Ты ставишь идею там каких-то, какой-то конкретного формата отношений выше, чем то человеческое, что может подвинуть человека, доставить себе боль для того, чтобы достигнуть величия. Нет, именно в этом стремлении и свободе стремиться к величию и заключен человек. Мы не величие ставим выше человека, мы ставим человека выше вот той нормы, которую ты пытаешься на него сверху применить. Это совершенно разные вещи. Да, я с тобой совершенно согласен. Ты права, когда говоришь, что никакая сверхидея не должна быть выше, чем сам человек. В том числе сверхидея комфортного, вот этого анонимического существования, которое сегодня опушится на всех, со стороны левых, со стороны либералов, со стороны государств. Нет. И эта идея, она должна стоять ниже человека. Ниже того человека, который, выскребывая внутри себя боль, достает вот тот жемчуг, который потом превращается в гениальную игру, в кино, которое потом превращается в гениальное творчество, которое без боли не рождается совершенно верно. И эта боль, это часть человеческого, а не того, что стоит над человеком. А знаешь, а потом ты спрашиваешь, а как вы считаете, какой балет самый лучший в мире, российский или какой-то еще? И у тебя 90% голосующих выбирает российский, и не задумывается о том, а как так получилось. Не задумывается о том, как писала Ахматова, из какой грязи растут цветы. Вот из этой грязи они растут. Если вы ее стерилизуете, цветов не будет. Не будет ничего вот того прекрасного, хорошего, что делает жизнь интересной к проживанию, что делает творчество, искусство интересным к созерцанию, что делает творчество интересным к размышлению, рефлексированию на его счет. Это вещи связанные. Мы можем закрывать опрос, если просто экстраполировать эту идею, то мы можем дойти до каких-то достаточно жестких видов спорта, до детского спорта, до таких уже менее очевидных вещей, когда ты, наверное, ставишь благополучие человека, участвующего в этом действии, выше... Нет, вот неправильная постановка вопроса. Есть неправильная постановка вопроса. Я еще раз возвращаю тебе эту реплику, что нет, нельзя ставить какую-то идею выше самого человека. И свобода человека принести себя в жертву искусству, это свобода абсолютно неотчуждаемая, отнимая у человека либо спорту, либо спорту, это то же самое. Это свобода абсолютно неотчуждаемая, потому что, когда ты пытаешься ее забрать, в этот момент ты подчиняешь человека сверху идеи. Про балетных девочек, которых там с 11-17 лет муштруют, или про маленьких детей, которые на катке с 4-х лет. Давай отдельно посвятим большую какую-то тему. А в итоге, да можно, просто в итоге это заканчивается чем? Это заканчивается тем, что в театр люди перестают ходить, а потом задаются вопросом, ой, какое стало некультурное общество? Нет, эта культура растеряла свою культуру. Театр стал неинтересен в Европе, например, он стал неинтересен. Балет в Европе стал неинтересен, потому что люди ходят в балет не для того, чтобы создать социальные поглаживания людям, которые вышли на сцену, да, вот этим, которые не могут ногу синхронно поднять, которые не могут там выполнить какие-то элементарные движения, которые от балерины требуются. Я договорю, это важно, я договорю, не для этого люди ходят в балет. Люди ходят в балет не для того, чтобы сказать, о, какая-то замечательная там без ноги, без руки, жирная вышла на сцену, да, сыграла Гамлета. Не для этого люди ходят в театр. Люди ходят в театр прикоснуться к прекрасному. И в итоге, да, вот через такие голосования, которые мы только что провели на живом гвозде, происходит манипуляция этим мнением. С одной стороны, да, люди, чтобы не столкнуться с общественным осуждением, будут говорить, ну, конечно, какой ужас, этого нельзя допустить, а потом просто перестают ходить в театр, а потом просто перестают наблюдать за тем, как развивается спорт, а потом просто перестают участвовать в жизни той культурной сферы, которая вчера еще была жива, а сегодня умирает. Умирает сегодня, например, голливудское кино. Как, например, да, да. Методис в том, что просто это не, наверное, это будет как-то менее зрелищно. Не будет четверных тулупов, а будут какие-то еще по-сложные. Нет, знаешь, что будет? Знаешь, что будет? А я тебе скажу, что будет. Я тебе скажу, что будет. Будет следующее, что люди начнут постепенно перенаправлять свой фокус в те виды искусства, где все еще вот этот вот положительный отбор сохранился, как сегодня, например, да, фокус, там, внимания молодежи смещается из западной попсы, например, в сторону кей-попа. Почему? Ну, потому что в кей-попе, например, продолжают выступать какие-то привлекательные девушки. Одна, да, либо они будут обращать внимание на каких-то трэш-стримеров. Почему? Потому что трэш-стримеры это все еще пространство того эмоционального накала, которого лишается искусство более великое, более большое. Вот куда будет смещаться фокус. Я считаю, что художественный метод не является залогом гениальности. Это долбанное оправдание ужасного поведения. Простите, но я видела в работе там и режиссеров, которые чем-то кидаются, и непозволительно говорят, унижают тогда, когда это вообще не нужно. Я считаю, что мы даем карт-бланш всем абсолютно подлецам, людям, которые хотят поддерживать свое эго. Я считаю, что такие режиссеры, как Дмитрий Волкострелов и Кирилл Серебников, не могут орать или ругаться, или осуществлять насилие по отношению к своим подопечным, по отношению к артистам. И это никак не умаляет их метод. И это не делает их метод. Очень важную оговорку в таких случаях нужно делать. Люди добровольно идут работать к Серебряникову, добровольно шли работать к Виктюку, добровольно идут работать к Цискоридзе. Если у них появляется такая привилегия, а это именно привилегия, потому что Цискоридзе может вам дать путевку в жизнь, а больше никто не может. Почему? Потому что он гений, потому что он понимает, как работает этот творческий метод. И да, этот творческий метод иногда выглядит очень тяжело для человека в это непосвященного. Так если ты к этому не готов, не иди учиться к Цискоридзе. Огромное количество существует преподавателей, которые тебя погладят по головке, с которыми ты потратишь 10 лет жизни на то, чтобы научиться поднимать ногу, и все равно не научишься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин